На какой музыке вы росли? Потому что в Одессе ведь своя какая-то музыкальная культура, с одной стороны, с другой стороны, подростки в ваше время слушали что? Вот ваши ровесники слушали в основном, вокруг вас. Мои ровесники слушали, именно ровесники, я думаю, слушали по-разному. Ну, люди вокруг вас, ваши друзья, так скажем. Много слушали хаос-музыки, рейва, тогда был рейв популярный. Много людей слушало рока. Именно вот того рока, русского рока, Агата Кристи, вот тех времен, Наутилус, Помпилус. Вас привлекали тексты или форма музыкальная? Меня, наверное, в русской музыке, я мало, я же говорю, если что слушал, то что мне действительно, вот, мне лично нравилось, это ранее творчество, там, Наутилус, Помпилус, Бутусова. Цой. И все. Вот это все, это все, что из русского, да, меня могло как-то, тогда я не вырос для Владимира Высоцкого, тогда я еще не понимал его реально. Вот. Много слушал шансон. Люди, ну, мое, вот именно, окружение. Мои ровесники, окружение, слушали шансон. Михаил Круг шел на Урал всех, это, ну, как бы, практически, причем стильная молодежь, да, молодая, все слушали Круга. А у вас не было никогда мысли сделать, вот, у вас дуэт все с красивыми девушками, просто все обращают внимание, что Джиган, он только с красотками исполняет, там, Жанна Фриске и прочее. А не было никогда мысли, допустим, сделать, вот, дуэт, ну, я не знаю, с тем же Бутузовым, с Чеком на музыке, который... Да, это я знаю, но это вы же на его музыке не росли, все-таки, мне кажется, нет? Ну, вот это спорный тоже вопрос. Во-первых, сейчас, уже другое время, сейчас, ну, как бы, та музыка, которая есть в роке, ну... В нынешнем имени русскоизучном или вообще в роке? В русскоизучном? В русскоизучном уроке, да. Ну, как бы, не знаю, будет ли им интересно со мной что-то сделать. А, вот так вот, да, вопрос? Да, знаете, то есть, как бы, можно... А с дискотекой аварии вы как сошлись? То есть, че это было? Чисто дружеские отношения, да, веселуха, позитив, да. То есть, вы сперва познакомились, а потом вы... Ну, долгое время были знакомы, причем, так, общались, вот. Я даже не придавал значения, что вот у меня, там, Алексей Рыжов, это, там, дискотека аварии. Реально, мы просто общались, там, где-то в клубах, просто пересекались. Ну, вы быту, вы можете слушать дискотеку аварии, то есть, вот, музыку? Ну, какую музыку вы вообще слушаете? В быту? Ну, вот для... В быту не могу. Не можете? Не могу, да. Я не буду врать, да, не в быту, но не могу. А какую могу в быту? Я могу разную музыку слушать, и русскую, и... Ну, это отдельные песни, это не конкретная музыка. Есть отдельные песни. Ну, какие, например? Из русского, да? Да. С последнего. Все проехали, я все понял. Хорошо, да. Тогда музыка, это для вас дело жизни, или это, как для Тимати, бизнес-проект? Это дело жизни, и это бизнес, который требует... То есть, вы счастливый человек, потому что у вас дело жизни совпадает с работой, фактически? Слава Богу, да. Но одно без другого не может существовать. Вернее, может быть, но первое. А вот второе, вернее, первое без другого не может. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».